Мои дорогие друзья, с вами снова морская свинья, и говорю немного тихо, потому что сейчас 11 часов вечера, и все такое, но, но, друзья, у нас сегодня начинается сюжет, оооо, сюжет, сюжет, 18 друзей, давайте, ребята, начнем, ты закончил? Да, ясно, тогда вперед, ладно, покажи мне данные своего битфона, э, так я могу проверить, действительно ли ты пытаешься подружиться с кем-нибудь, хотя я уже все слышала, ох, так эта та вещь все время была у меня, ох, ладно, вот, сейчас в твоем списке друзей 18 человек, должна сказать, я и удивлена, ты подружился со всеми, с кем только мог, и превзошел мои ожидания, ну, блин, я старалась, ты понимаешь, сколько я себе серий потратила на это, ты понимаешь? Да только представь, хе-хе, не садайте, думаю, тебе не легче заводить друзей, все благодаря твоим советам, и что же ты делал? Эм, посмотрим-ка, я ввел себя добродушно, мы немного болтали, и я старалась соблюдать дистанцию, и зачем ты это сделал? Боже, ну, если бы я знал это, разве сейчас мой список друзей не был бы полным? Полагаю, это так. И что мне делать после того, как у меня появились друзья? Просто ничего не делай, пожалуйста. Почему? Пока не смогу сказать наверняка, у меня есть лишь несколько предположений, чем дальше, тем хуже. Ты немного отличаешься от других, так что могут возникнуть проблемы с общением. Ну, пусть будет, как будет, скажем так. Неужели моя грубость вырвалась наружу? Ты считаешь себя грубо? Думаю, наверное, потому что ученики в школе так жестко сказали мне об этом. Пожалуйста, ставь в первую очередь свои приоритеты, а не суждения других. Я горжусь тем, что я самый неприятный человек на этой планете. Верно, полагаю, ты просто тот тип людей, который говорит об этом. Я лично встретилась со множеством жителям и получила их согласие на помощь в сборе информации. Теперь лучше всего искать друзей в другом месте. А, когда ты успела это сделать? Я попросила докладывать их в любом происшествии в Пацури. Пока нет нового поста, но это должно помочь. Ох, ясно, как мило. Я открыла доступы тебе, так что можешь тоже проверять ленту. Посмотрим-ка, где-нибудь еще говоришь? Что насчет аллеи Коко? Коко? Что? Коко Шанель? Аллею Коко? Это уютная аллея, где много кафе и модных магазинов. Даже уставшие бизнесмены отдыхают там. Ты будешь дружить с унылыми бизнесменами? Ну, если мне не остается выбора. Не уверена в этом, но да ладно. Пойдем вместе и будь бдителен. Мы не знаем, когда хакеры нанесут следующий удар. Хакер. Хорошо, пойдем. Так непривычно мне говорить. Это шепотом. Медовый клевер, сломленная душа. Посмотрите на его ножки просто. Ах. У-ля-ла. Ноги на наши. А, все? Теперь мы можем выйти на улицу. И неужели я до сих пор могу с этими разговаривать, да? А, понятно. Сейчас мы не можем тут с ними поговорить. Даже с моим любимым Нью. Ахаха. Хе-хе-хе. Хе-хе. Нью. Мой лавли мальчик. Ладно. Хе-хе. Возьми себя в руки. Трепка. О-о-о. О-о-о. Мама миа. Вы видите это? Это новый значок. Мы идем туда. А-а-а. Красота. Красота. Ммм. И музыка такая прикольная. Кафе Лапин. Это русский что ли? А, кролик. А, тут никого нету. Музыка такая спокойная. Смотрите, они поймали ритм. Хотя нет. Показалось. Ха? Это... Это же тот мальчик, который стал рядом с Мьюми, когда ей было плохо. Интересно, он живет неподалеку? В любом случае, главное, что тут есть не только унылые бизнесмены. Ну, я действительно не стала бы возражать. Ну, ладно. Привет. О-о-о. О-о-о. Ой, извините, просто удивился, когда со мной кто-то поздоровался. А, господин, мы уже встречались. Ага, я на наше. А ты? Я Харуи. Я Харуя. Я помогаю от своей матери по работе. Этот цветочный магазин выглядит чудесно. Верно, я доставляю цветы покупателям, потому что родители не очень хорошо ориентируются в городе. Хоть ты и дитя, но тебе это не в тяжесть, Харуя? Эм, но у меня есть карта, так что я не заблужусь. Похоже, это наследственное. Эм, ты впервые здесь на наше? Ага, ну хотя бы не знаю, хотя бы я знаю название города. Но почему ты спрашиваешь? Ох, ясно, просто недавно кто-то истоптал цветы в саду. Я подумал, что, возможно, ты что-то знаешь. М-м-м, Мисадатян. Да-да, когда это произошло? Примерно неделю назад, кажется, я заметил, что цветы топчут каждый день. Как ты думаешь, кто мог это сделать? Я давно здесь живу, здесь не жители, а хорошие люди. Так что, хочу сказать, что понятия не имею. Он выглядит довольно беспокойным, видимо, сейчас не в деме, чтобы просто так сказать. Давай дружить. Что такое? Наконец-то научился подстраиваться под ситуацию? Хочешь сказать, что я не вижу? Ну, конечно, если это началось недавно, то вполне возможно, что это дело рукхакера. Но это также мог же быть и обыкновенный хулиган, верно? Все еще существуют хулиганы, которые всего лишь топчут цветы. Все возвращаются на круги своя. Наверное, это очень причудливый хулиган. Все равно неприятно. В любом случае, бесполезно говорить что-либо, не имея никакой информации. Ты знаешь, кого-нибудь, с кого мы могли бы опросить? Кстати, недавно в институте моем была запись подслушанная. Ну, знаете, у каждого института, мне кажется, есть свой паблик подслушанная называется. И там, короче, было дело, дело хулиганства. Короче, девочка приготовила себе бутерброды. Сама сделала котлеты, она это сама так написала. Из говядины. И положила их на стол. И потом видит, что нету этого. Ну, и сумки, короче, вот. Они украли ее бутерброды. Из контейнера с бутербродами. Понимаете вы? Ну, просто это дело. Это дело уголовное, вообще-то. Это мелкое хулиганство. Я их всех найду. Не, ну это вообще обидно, на самом деле. И на следующее утро самое смешное, что она находит, это свой же контейнер, где написано «Спасибо за чудесные бутерброды». И это реально наглость. Вот понимаете? Это вот то же самое, что истопленные цветы. Это вот такой подвид хулиганов, которые вроде бы, типа, «Эээ, я сворую, но спасибо. Спасибо, что я у тебя своровал». Так что я очень возмущена. Воруют бутерброды. Понимаете, бутерброды, блин, это святой. Это бутерброды. Знаешь, что сделать. Эх, записывать ночью, это так весело. Если честно. Это даже веселее, чем я днем записываю. Просто уже, видимо, все дела сделаны. Как-то, какую-то... Чувствуешь легкость. Ты знаешь кого-нибудь, кого мы могли бы опросить? Садовник Морока должен что-то знать. Так как он единственный, кто ухаживает за садом. Большое спасибо. Давай проверим этого Мороку. Ах, и еще я попрошу Насукага и Миуми помочь. Что? Я противоречу себе, но в подобных случаях, чем больше людей, тем лучше. Привыкай на наши. Привыкать к чему? Да, ну, я свяжусь с ними. А теперь пойдем к садовнику. Уходишь от темы. Хорошо, пошли. Садовник, садовничек, мой любимый. Один раз в год сады цветут. Весну любви спика. Да? А, вау. Почему это так все таинственно? Это крисло-каталка? Ой, что это за место? Тут темно. Эй. А, что? Я чувствую, что это мягкое. Что это? Что? Тут что-то твердое. Эй. Что? Ва? Что ты здесь делаешь? Убери свою руку оттуда, куда положил. Че? Ребята, ничего пошлого. Ничего пошлого. Он положил на рукоять кресло. Наверное. Уберите этот еой. Уберите еой. Намеки на еой. Это же мальчик, да? Наверное, это мальчик. Ладно. О, здесь кто-то есть. Извиняя за это. Я на наш, а вы? Я именуюсь Камой. Моя настоящая мессора. И что с того? В Водках, что это за место? Раньше мои родители заправлялись здесь планетарием, но после того, как они уехали за границу, это место стало моим домом. Однако я предполагал, что сюда может зайти случайный гость. Ох, это же то место, в котором можно увидеть звезды. Могу ли я как-нибудь прийти и посмотреть на них? Ну, если я не буду против. Облачная погода на 80% говорит, что нет, но я не сдамся. Водках, я попрошу тебя покинуть это место, ты надоедаешь мне. Хорошо, извиняюсь за вторжение. Довольно быстро. Мне нравится то, что здесь тихо и людей вокруг мало. Он будет моим номером один другом. Ну, вы видели, как начинается наше знакомство с чего-то твердого? Ва! Что за крик? Ох, прости, кажется ты спал. Лучше бы ты разбудил меня помягче. Я подумала, что мне это будет непростительно. Простите, я на наше, а ты... А что я? Я Акаши. Вот как я вижу, тебе нравится бейсбол. Ну да, я же играю в него. Хотя, судя по твоим данным, ты не бесполист, а мальчик на побегушках. Что за данные? Ты прав, но прекрати сейчас же. Все в порядке, даже если ты устаешь, подбирая меч из земли. Даже если ты, держав биту в руке, в руке всегда промахиваешься. У всех у нас есть мечты, все мы можем мечтать. Я прекрати уже не добиваю лежачего и без тебя тошно. Хорошо, если продолжу, то ничем хорошим это не кончится. Прошу извините меня. Черт, знаешь, я... Да, мы отлично начали разговор. Что? Может, не тыкать меня? Не поможет, не поможет. Парень, ты слишком... Блин, я еще тыкаю в тебя. Это он, видимо, тот парень-садовник. У него на плече аватара. Скорее всего, если бы это был виртуальный питомец, то был бы кого-нибудь зверек. Эм, здравствуйте, можем ли мы немного поговорить? Э? Аватар? Это же Флауи. Флауи, Флауи, что вы тут делаете? Почему бывает в таких крутых очках? Ты, типа, знаешь, выбрался, да, из подземелья, такой, теперь ты с людьми, да, управляешь вот этим человеком? Такая, теперь этот мир мой. Эм, это ведь был не голос Мороку, верно? Я хапитан, а этот парень Мороку. Будьте любезны. И музыка такая. Используете голосовые функции аватара? Он не выглядит больным, так что из-за этого, что... Так что это из-за того, что Мороку не очень хорошо в общении? Неверно, парень с этапогорлой этой брехней. Как только он получил свой битфон, то просто прекратил разговаривать. Смеется он, конечно, так же, как Флауи. Жутковато. Ох, и через два-три цветка, которые он полил, Мороку нужен 10 минут на перерыв. Ему это так быстро раскручивает простаки. Как можно так работать? Как знаете, он же не собирается делать это каждый день. Но у него прибавилась работа из-за собляка, топчешь его цветы. Так что Мороку постоянно возвращается домой. Ага, вы знаете что-нибудь об этом? Если бы знали, то сберегли бы нервы. Хотя этот парень запомнил, что хулиганом был кто-то низкого роста. Ага. Невысокий человек, но это лучше, чем ничего. Вы, ребята, ищите виновника? Боже, какое облегчение. Хулиган приносит слишком много беспокойства. Я так задам ему, что он даже двигаться не захочет. Ахаха. Голосовая функция позволяет посылать слова из мозговых волн через битфон, но такое чувство, что ты разговариваешь без команд. Вау, что это было? Ага, Мороку не стоит напрягать себя лишними мыслями. В случае чего я дополню его слова. Он может подумать рыба, а я перефразирую это «Я хочу съесть скумбрию». Не думал, что можно вот так перефразировать это. Не следа от исходной мысли. Но наши достаточно болтовни. Если за этим делом стоит хакер, у нас не так много времени. Да, но мало времени не подходит к ситуации. И то, правда, но Цокаги и Миуми сказали, что уже пришли. Пойдем, встретимся с ними. Хорошо, Мороку или Хапитан, спасибо. Ага, увидимся. Он даже вроде добрый в этот раз. Опа, кто это меня поджидает? Шэдоу. Вау, это место такое жуткое. Прикольная девочка. Боже-боже, посетитель, как необычно. Ох, чарующая дама с ясным личиком. Меня зовут Анаша, а вас? Мехехе, имя мне Мисато. Мисадо. Чи-и-и-р-дрэн. Слышите, как она говорит так смешно? А это они мои детки. Ой, куклы? Ох, не пугайся, мальчик мой. Смотри, они могут даже поприветствовать тебя. А то им и даны души, как видишь. Вау, так они и это могут? До чего дошли технологии? Их речь, то есть, звучит по-детски, но кажется, они могут заговаривать, разговаривать не хуже людей. Вы могли бы заработать на этом. Можешь назвать это впечатляющим, но что бы то ни было, кукла или любой другой предмет, внутри каждого есть пустота, которая должна быть заполнена душой. Это легко вычислить. И тогда их можно будет назвать людьми. Нет, они и есть люди. Все, ведь они все мои любимые детки. Ты сам неплохой сосуд для души. Ну, не желаешь отдаться в объятия моих деток? Становится все страшнее и страшнее. В другой раз. Ах, какая жалость, ну хе-хе. Я приму любой порыв в твоего сердца. Это прям какой-то ганнибал-лектор. Ладно. Нет, не ганнибал-лектор. Дом высоких фигур. Вот. Больше похоже. Рината. Рината, Рината. У нее ушки двигаются. От здешней атмосферы моя самооценка падает еще ниже и ниже. Эх, добро пожаловать. Вы что-то ищете? Эм, эм, ну мода это не мое. Ох, вот как. Ну не беспокойтесь, здесь каждый может переродиться. Верно, меня зовут Нанаша. Ну это вроде обычная девушка. Мамориона, владелец этого магазина. По совместительству дизайнер одежды. Вау, я слышал ваше имя. Не знал, что вы такая прекрасная леди. Ох, а ты не из умных ребят. Скажи-ка, по что бы ты твоей паркой? Моя школьная форма. Ох, только шорты другие. Форма средней школы в городе Машира, верно? Я помню, ведь я дизайнер этой формы. Что? Чудесно. Мне так легко двигаться, она удобная и все такое. Я люблю эту форму. Хм, понимаю твою любовь к этой форме. Но сейчас ведь не школьное время, так почему ты ее надел? Потому что мне больше нечего одевать. Ахаха. Зато та, что есть, очень хороша. Ладно, уж можешь прийти в любой... В следующий раз. Можешь поболтать, если захочешь. Да, мадам. Именно так я и поступлю. А теперь прошу простить. У тебя такая чудесная кожа. Все потому, что ты еще молод? Я бы сказала это достойно похвалы. Быть молодым. Да, это не так уж и легко, как кажется. Все вот думают, что типа... Только вот пожилым сложно быть, да? На самом деле нет, молодым тоже сложно. Во-первых, потому что ты только начинаешь жить. Еще много чего не знаешь. А еще столько всего вокруг крутится вокруг. Я как бы боюсь, что, блин, ничего не успеешь. Как же так? Вся молодость идет и все такое. Так что, впрочем, мне кажется, у молодых даже больше еще каких-то предрассудков, чем у более старшего поколения. Натсукаге, Миуми. Йо. Йоу. Йоу-йоу. Натсукаге in the house. Он у нас рэпер теперь. Привет, привет, Наташи. Это... Давно не виделись. Конечно, мы не виделись пару дней. Я уже подумала, что вы забыли обо мне. Ты даже в кошмарах ко мне приходишь. От тебя невозможно забыть. Ох, я появлялась в твоих снах. Извини. Заткнись. У тебя вообще нет никаких планов. То есть, уже летние каникулы и все такое, но... А, летние каникулы? Мм. О, а, да, вот. Как. Всегда радуешься, когда они наступают, но ничего не хочешь делать, и потом просто троишь время пустую. Кстати, да. Я хотела на летних каникулах посмотреть очень большое количество сериалов. Ну, у меня был список. Ну, как бы, знаете, Наташи, вы тоже делаете списки чего-то. И я решила, типа, вот, продуктивно смотреть сериалы. Ну, чтобы хоть чем-то заниматься, помимо записывания видео, но в итоге я посмотрела всего один из списка. И сейчас, вот именно когда я учусь, я их смотрю с удовольствием. То есть, мне хочется. Просто, ну, как бы, отдохнуть хочется. А когда я отдыхаю, я думаю, ммм, это скучно. Надо лучше ролики записать, вот, не знаю. Или поиграть во что-нибудь. Вот такое у меня было желание. Ну, в принципе, ладно. В этот раз посмотрю осенью. Ну, вот реально, иногда, как бы, много планируешь, думаешь, но вот на выходных я точно это сделаю. Вот на выходных у меня будет мереумие, я посмотрю этот фильм, посмотрю этот сериал, серию, а на самом деле потом не хватает. То есть, как бы, и есть время, но ты говоришь, ах, нет, не хочу, не сегодня. Не увлекайся. А теперь ближе к делу. Я уже говорила вам о хакере, мы подозреваем, что подобное происходит и здесь. Хочешь сказать, что тот чокнутый парень снова делает бака вещи? Ну, не знаю насчет глупых, но странно это уж точно. Моя нога до сих пор не зажила, так что я пока не могу тренироваться. Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе найти того хакера? Конечно, было бы неплохо найти его, как в случае с Укинагой. Возможно, хакер снова появится, если найдем человека, которого взломали. Пока у нас есть единственная зацепка, виновник низкий. Хакер взламывает маленьких мальчиков? О, я знаю, таких людей называют сеток. Э, педо. Ну, вы поняли. Че? Я не понял. Я и не понял. Бывают и взрослые низкого роста. Но да, возможно, причина в том, что молодыми людьми легче манипулировать. Это он топтал ханатян в саду, так хидой. Ну, тогда я и Миуми останемся дежурить здесь, а вы можете пообразить в округе в поиске информации. Думаю, так будет лучше всего. Когда мы узнаем что-нибудь, скажем вам. Полагаюсь на вас. Ага. Хай. Кроме того, Эм, на наше все будет в порядке с твоим поиском тамодачи. Ну, это, конечно, важно, но мы же... Но мы же можем делать два дела одновременно. Я же прав? Вау, Нархудо, ты словно могучий рейнджер. Рейнджеры, дружущие с незнакомцами, истерегающиеся опасностей. Субтитры сделал DimaTorzok